Слава нашему Господу! У нас уже входит традиция без пения начинать. Обычно, как правило, оба служения начинаются с пения, но разбор без пения. Наверное, для того, чтобы немножко больше было времени. Я не стану напоминать все наши прошлые разборы, о чем мы говорили, но очень много времени мы уделяли делам плоти и духа, потому что вся наша жизнь заключается в этой, можно сказать, непрестанной борьбе. И со всяким постоянством Господь призывает нас следовать за духом, чтобы жить по духу, и с таким же постоянством дьявол пытается увлечь нас на сторону плоти. И поэтому мы очень много об этом говорили, и последний текст или последний стих, на который мы останавливали внимание, мы говорили о том, чтобы нам не быть должниками плоти, Бог дал для нам для этого дух святой. Так что Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы жить в рабстве, но приняли духа усыновления. И одну истину я должен не только напомнить, но застрять на него внимание, о чем я не один раз говорил, но все-таки вот это значение вот этой истины или текста, что мы не приняли духа рабства, чтобы жить в рабстве, но в свободе. Эта текста вообще не говорит нам о том, что мы можем жить так, как нам хочется и по плоти. Речь идет, что мы должны жить по духу, и только тогда мы не окажемся в рабстве. Если же мы делаем то, что мы хотим, а хотим делать дела плоти, то мы не будем свободны, мы окажемся в рабстве. И вот это надо очень твердо понимать. То понятие жить в свободе, жить не в рабстве, оно означает только одно, жить по Слову Божию и не грешить. Потому что сегодня люди толкует так, что грешит и говорит, и делает не то, что говорит нам, дано свобода. Эту не будет той свободы, о которой говорит Библия. Потому что если человек, который грешит, и вы ему попросите его остановиться, то при всем желании он не сможет это сделать, потому что он раб, несмотря на то, что он думал, что он свободен. И вот это еще раз и еще раз я напоминаю для всех вас, потому что благодать Божия – это не вседозволенность, тем более нераспутство. Почему я об этом часто напоминаю? Потому что так же часто я встречаю людей, которые пытаются доказать, что Библия никаких ограничений не делает. То есть делай, что тебе хочется, и это нормально, потому что мы под благодатью. Как раз то, если мы под благодатью, то мы более тщательны в следовании за Господом и в отношении ко греху, чем тогда, когда были под законом. Поэтому Павел говорит, 16 стих, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И это очень важно, что мы имеем такое свидетельство. Тогда никто нас не сможет сбить с толку, не сможет доказать нам, что мы не спащенные, потому что тот же самый Дух, который живет в нас, Дух Святой, Он нашему Духу свидетельствует, что мы дети Божии. Может быть, с минусами нашими, с проблемами нашими, но, тем не менее, что мы дети Божии, и Бог с нами имеет дело. И если мы несовершенны, то есть 17 стих, «А если дети, то и наследники, наследники Божии, соносите же к Христу, и если только с Ним, что делаем? Исполняемся Духом, все это мы радуемся». Здесь другое слово стоит, «Если только с Ним страдаем». Чтобы с Ним и прославиться. Конечно, здесь апостол Павел имеет в виду страдания за Христа, то есть носительные смешки, которые против нас, наверное, никогда не перестанут сыпаться и возникают иногда, неизвестно откуда, на какой почве. это и противление лукавых сил проповеди Евангелия. Вы можете много что найти, тех случаев из своей жизни назвать, когда вам приходилось страдать за Христа. Есть другого рода страдания, где Господь нас переплавляет, когда в нашей жизни Он нашел что-то, то, что не хотел бы видеть. И тем не менее, и это доказывает, что мы дети Божии. Бог допускает такую переплавку, что мы в действительности твердыми ногами стояли на этом пути. И вот это слово переплавка, плавить, огонь, он не только известен для ваших ушей, но этот огонь частного проходил и через ваше сердце. И как правило, я уже не стану повторять то проповедь о скорби, вы, наверное, ее помните, что большинство наших скорбей возникает потому, что есть место для недостатков. И есть те скорби, о которых я сказал, немножко другого характера. Когда нас бьют, нам больно, мы будем скорбеть. Но очень часто мы скорбим от того, что есть гордость собственная. Сказал кто-то что-то не так, уже скорбь пощалилась. Начало обида, а потом скорбь, а потом болезнь. Но оно только потому имеет часть, что есть место для греха определенного. Я не помню, напоминал вам, и Лен напоминал об Амноне и Фомаре. Вы помните? И скорбел Амнон о Фомаре до того, что заболел. Скорбел до того, что заболел. И вот это скорбь было только потому, что у его сердца жила похоть. Вы помните этот некрасивый случай библейский. И Библия ничего не утаивает. Она открытым текстом называет вещи своими именами, для чего, чтобы мы сегодня могли проверить себя. Если мы скорбим, то почему скорбим? И как правило, оказывается только потому, что не могли умереть для собственного я. Если бы мы это смогли сделать, а это надо делать, и Бог будет допускать такие скорби, потому что иначе нельзя умереть до тех пор, покуда наше сердце не придет на определенное совершенство, чтобы эти скорби не касались. И вы, наверное, сами по себе замечаете, если вы сравниваете первые годы вашего уверования и последние, и несмотря на то, что вы не один раз говорили, что ничего в вашей жизни не поменялось, но уже сегодня, когда между началом и сегодняшним днем есть отрывок, хотя бы лет 10, то вы уже видите, что поменялось. Вот как вот так вот незаметно, может быть, вы его не фиксировали, эти изменения, но после вас открылись глаза, что вас же не тревожит то, что раньше тревожило. И вы не рыдаете от того, от чего раньше плакали днем и ночью, потому что прошли эти скорби, это все было выплавлено, и вы стали свободны. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы мы скорбили именно по тем причинам, которые зависят только от нас самих. И опять повторяю, то, что касается несчастья поношения Христова, удары, посмеяния, ну, наверное, это естественно. Но вот то, что с грехом и скорбь, от этого надо избавляться. И если в случае какого-то гонения Бог выйдет на помощь, то в случае, когда скорбь только из-за греха, то Бог только будет вас поддерживать, вы не упали. И покуда не переплавит, Он не оставит этой работы. Потому что с таким сердцем невозможно будет дать отчет перед Господом. Поэтому мы можем не понимать Бога, почему Он так делает, что и больно, и все. Но если то, что связано с грехом, с несовершенством, то никакой отставки не будет. Будет только по молитве поддержка вашей души и вашей души, чтобы вы не упали, но вы вынуждены будете оставить эту скорбь, оставить грех, и тогда не будет места для скорби. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу, идите только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И здесь Павел 18-м стихом говорит одну большую истину. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Смотрите, и даже вот та слава, которая откроется в будущее время, она будет несравнима с теми скорбями, которые мы сегодня переносим временными. Он проследил связь. Он проследил связь. И как раз-то святость и чистота, которых Господь дает нашему сердцу, она открывается в трудных обстоятельствах жизни и в скорбях. В естественной обстановке вы ее можете не увидеть. и я помню когда-то напоминал одну пословицу, которую у мира употребляют, и надо сказать, что у ней сокрыта истина, что друзья познаются где? В беде. Друзья познаются в беде. Блудный сын, когда все было хорошо, то думал, что у него очень много друзей. Но когда он остался нижким, то не оказалось никого, потому что были не друзья, а современным языком говорят, собутыльники и всего столько. Они были друзья до тех пор, в окону можно было что-то взять. Когда не стало ничего в кармане, то не стало и друзей. Это не друзья. Они имели вид друзей и, может быть, назывались друзьями и пытались вложить в сердце того блудного сына, что они настоящие друзья, но когда пришла беда, и Павел не один раз испытывал вот такую скорбь. Он однажды говорил с печалью, все асейские оставили меня, в том числе Фигел и Ермоген, да неуменит Господь им. Помните это местописание? И говорит, что он благодарен дому Анишфора, который покоил его, не стыдясь ни усего, ни ответственности, которая могла прийти. Смотрите, поэтому я думаю, что вот такие трудные времена, которыми как будто прерывается наша жизнь, или можно с волнами ее сравнить, то вниз, то вверх, они необходимы для проверки. для проверки нашей сущности у Бога, для проверки нашего духовного состояния. И вы помните, что Слово Божие напоминает нам, если ты в день бедствия оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. когда были приятные времена, ты был сильным. Но это не показатель. Это не показатель силы. Это не показатель такого ровного движения. Если это день бедствия, если ты в день бедствия оказался бедным или слабым, то что? То бедна твоя. сила. То есть вот такие трудные времена, они ставят все на свои места. Но с другой стороны все-таки в трудные и в тяжелые времена Господь являет свою славу. И вы вспомните свою жизнь, когда больше в вашей жизни Господь прославлялся, когда Он выводил вас из очень тяжелых и трудных обстоятельств. Когда больше всего и глубже христиане благодарили Бога. Когда они видели, когда Бог со смертного одра поднимал кого-то. Но надо было, чтобы кто-то оказался на смертном одре и дошел почти до ворот смерти. А это непросто и нелегко. Вы согласитесь, что-то непросто наблюдать со стороны. Но наверно, врат ли кто сказал, что Господи, вот ты почти до смерти давил этого человека, съел рак его желудок, я как пример говорю, и смотри, как ты был простым, и я хочу так. Кто-нибудь говорил так? Ничего подобного, ничего подобного. И наверно, это было по-человечески и неразумно, потому что Бог нас не затворил для такой жизнью болезни. Но через грех пришли болезни, пришла смерть, и потом Бог часто, несмотря на то, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, он поднимает людей из самых тяжелых обстоятельств. И этим прославляется. И потому через кого больше всего открывалась сила Божия? Через тяжелые обстоятельства жительские, которые постигали кого-то, а через кого-то Бог это делал и прославлялся. И я думаю, что когда Бог совершал вот такую работу, то что-то и в сердце менялось у людей. Я, конечно, не намерен сегодня говорить о надежде. Вы помните, я вам обещал, что я буду подробно говорить о надежде, но я просто не хочу разрывать эту тему. И здесь очень нелегко приходится людям, которых Бог растит надежду. Очень нелегко. веру, надежду. Не просто все это делается. Поэтому я останавливаю свое внимание вот на этом тексте Писания. Павел сказал, ибо думаю, но не только думал, он и знал, и понимал, что не выдумывается своей головы. И он утешает чем? Что вот то, что вы сейчас переносите, и что вам кажется вот таким трудным и тяжелым, то оно в безмерном произведке, производит вечную славу. И для вашего собственного сердца, и для Господа. Вы, наверное, помните Псалом, который не так часто мы их теперь поем, но когда-то пели, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Помните? Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. так Бог ближе пожалуйста, а глубже скорбь таких не находится. И потому Бог несмотря ни на что, Он имеет конкретно определенные планы, Он знает цену этой скорби, и Он допускает, и говорит, а то не просто вот тут на земле вы прошли, и все закрыто, оно что-то произойдет для вечности. Хотя вечности нам сегодня очень трудно говорить, потому что мы ее не знаем. Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Хотя там стоит текст, а нам Бог открыл это духом своим, но если даже Бог нам открыл, мы его не перескажем, это невозможно. наш язык очень беден, и потолок наш очень мал, для того, чтобы хотя бы даже рассказать немножко о том духовном, с которым нам придется столкнуться, но что мы сегодня видим, как стекло гадательно, а когда придет время, мы то узнаем таким, каким оно есть, потому что написано, будем подобны ему. И дальше девятнадцатый стих. Ибо твар с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что твар покорила свете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама твар освобождена будет от рабства тления, свободу, славы детей Божьих. Я читаю несколько секунд как одну мысль. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стянает и мучается доныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Наверное, я начну сзади, чего я никогда не делал. Знаете, какой стих? Вот тот, который я читал последний. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем. Чего мы ожидаем? Ожидая усыновления, искупления тела нашего. нашего. Наш дух искуплен давно. Я повторяю ту старую мысль, которую я не один раз повторял. И мы верою посажены на небесах, так написано. А тело наше еще не искуплено. потому что если наш дух со дня на день обновляется, то тело обновляется со дня на день, стареет, лышеет, становится обрузглым, совсем не таким, как оно было раньше, оно умирает. И эта мудрость Божия нам кажется, что это сила дьявола, который через смерть сделал тленным то, что Бог предназначил для вечности, жить вечно. Но на самом деле здесь мудрость Божия. В теле нашем, в смертном теле, Бог рассчитывается с нами за все наши грехи и исполнять свое определение возмездие за грех, что смерть. Ничего не нарушается. Абсолютно. Как Бог сказал, так и совершается. Второе. Вы знаете, что Бог прощает только те грехи, которые сделаны неосознанно, нечаянно. Остальное не прощается. Помните, я вам напоминал, что были города убежатся в земле Израилевой. И туда мог убежать человек, который совершил самое большое преступление, убийство. Вы знаете, что убийство это самое тяжелое преступление. Лишил человека жизни. И если он грешник, то он же ничего не может поправить. Все. А куда живет человек на земле? Пусть даже только смотрит, но может думать и не двигается. И то можно что-то поправить. Ведь Бог читает наши мысли. Когда отняли жизнь у человека, все. Подбежена черта. Больше ничего изменить нельзя. И когда убивали человека по ошибке, то можно было убегать в город убежище. Чтобы мститель закрыв написано в своей горяченности не убил его. И там человек должен был быть или жить до смерти великого священника. Когда умирал священник, который был в городе убежище священником, тогда люди, которые убегали туда, имели полное право возвратиться к себе домой, и никто не имел права мстить, потому их самих убили бы за это. Вы знаете, закон говорил так, око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, перелом за перелом, смерть за смерть. И никаких вопросов. Но подчеркнуто, но если кто-то убьет человека со злым умыслом, то этот город убежище не для него. Иди в этот город убежище, забирай его и продавай смерть. И даже, если он окажется у жертвенника, то и от жертвенника бери на смерть. Знаете, грех греху разница. Вы, наверное, помните другой текст Писания, который говорит так, что время начаться суду откуда? С Дома Божия. Какому суду? Господь на Голгофском кресте оправдал весь мир, но весь мир не принял его Голгофской жертвой. Верующие приняли, за что их судить? А вот как раз за то, что знали и делали. Но это не истребление, это не уничтожение, это расчет за тот грех, который ты знал и сделал в теле. Этот расчет очень суровый. Вы помните, что написано к евреям? Ярость огня, готовая пожрать противников. Вот такая ярость огня. Второй текст Писания, который я хочу сегодня употребить для того, чтобы эту истину выяснить, который мы всегда читаем при хлебопреломлении. Вы помните, вот именно вот это направление. Вы помните слова, которые написаны? Если участвуем недостойно, то что будет? От этого многие из вас неможны и больны, и немало умирает. И вы если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут судимы, наказывающие от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Мир то судится в вечности и судится, приговаривается гений огненный навсегда. Так вот Бог где судится в нашем теле за те дела, которые мы делали, которые были знаючи и противны воле Божьей, чтобы в вечности пошли свободные, освобожденные. И это только потому, что мы живем в смертном теле, в котором Бог и рассчитывается за все. Ну, чем рассчитывается? Ну, как с кем? У кого-то катастрофы, у кого-то болезни, у кого-то еще что-то. Хотя, я не хочу сказать, что если кто-то заболел, то уже однозначно. Знаете, есть несколько причин, и мы не можем, не знаючи, если только Господь откроет другой вопрос. Сам по себе очень трудно разобраться, почему тот или другой болит, почему. Хотя косвенная причина, косвенная, это присутствие греха в мире. Но косвенная причина, это одно, а прямая причина твоя, это другое. Поэтому никогда не спешите по собственному разуму обличать или учешать, или еще что-то делать, чтобы не было так, как было с обличителями Иова. Вы бесполезные врачи, помните? И зачем вы только пустословите? Они говорили такие вещи, и они были не выдуманы, это была правда. Но смотрите, как говора не попад, сердезные вещи обращаются в пустоту. А из них говорят, так я же это видел, вот дух прошел надо мною, волосы стали дымом на мне, помните? Тихое вид, я слышу голос, муж ли праведнее Бога, и может ли он чистить своего Творца? Вот он святым своим не доверяет, и небеса не чисты в глазах его. Это правда, но это не ему надо было говорить, это не ему говорить надо было, не его упрекать, это было знание знанием. Но если оно не по делу вкладывает, оно тогда никакого эффекта не дает. Поэтому здесь просто надо быть очень аккуратным, осторожным. Очень часто бывает так, когда люди не думая что-то делают языком, или утешают, или обличают, и после окажется, как однажды Господь сказал Иову, вы помните, помолись за них, чтобы я их простил. Иов тоже каялся. Помните, он говорил, все, больше говорить не буду. Я полагаю, руку свою на уста свои, я раньше говорил, а теперь не буду. господь сказал Иов правее вас. Не сказал, что он в общем прав, но он правее вас, и поэтому пусть он молится за вас, и тогда я вас помилую. Поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня мы вот это поняли очень хорошо, и знали, почему с нами, когда мы живем в этой плоте, случаются вот такие трагедии житейские, потому что в этом целебренном, который пойдет прах, Бог рассчитывается за все и спасает нашу бессмертную душу, за что благодарение Богу. Действительно, сегодня может быть нам это не укладывается в разум, потому что мы очень вечности не знаем. Мы говорим, что вечность без конца и края, но я хорошо понимаю, все-таки до глубины не можем понять, что это такое, потому что если мы поняли, то много что делали бы не так, как делаем, много что делать не так, как делаем, но голова понимает и как там сердце укладывается, но до той глубины трудно вот это все постигнуть, но мы должны верить Слову Господню, о чем Слово Божие говорит. И еще раз напоминаю, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, оно будет искуплено в день пришествия Господа или в восхищение церкви, когда станет новым. А пока что оно тлеет, если Бог продлит нашу жизнь, сократятся дни наши, нас положат и засыплют, оно превратится в прах, потому что оно еще не искуплено. И когда Бог восстановит вот это тело, которое распадется, тогда сбудется Писание, поглощена смерть. Сегодня даже те спасенные, которые находятся уже в вечных обителях, они не могут сказать смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа, потому что их половина, телесная, которая была, она в опрахе находится. Потом Павел посланник Коринфяна в последней главе и говорит, вот тогда, когда восстановятся тела, когда все отнимется из рук смерти, из рук дьявола, тогда можно будет сказать, смелый, это будет скоро, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. Потом мы сегодня ожидаем искупления и усыновления тела нашего, потому что живем пока что на земле. Я теперь возвращаюсь назад к 19 стиху. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божиих. Вот по этому тексту Писания существует самое различное толкование, очень много. Кто такой тварь? Тварь, говорят, это ангелы, и так далее, и так далее. Я начну с того, что вот этот стих 19, он указывает, на две категории тех, о ком говорит этот текст. Сегодня не называю кто это. Смотрите, ибо тварь с надеждой, тварь это кто-то один, откровение Сыну Божию это кто-то второй. Уже две категории каких-то существ. Потому что тварь раз ожидает чего? Откровение Сыну Божию. Что такое тварь? Само слово тварь есть корень творение. Это то, что сотворено. И мы чего не знаем, что все сотворено. Единственное, Иисус Христос рожден был, потому что существовал вечно, в недре отчим. Все остальное, начиная с самых высших чинов ангелов, Шерафимы, Херувимы, спускаясь по их, так сказать, рангам вниз, все сотворено то, что мы видим, и небо, и земля, и макромир, этот огромный планетарный мир, этот огромный мир, который мы сегодня для нас огромно наблюдаем, и микромир, начиная с малейшей бактерии, это все сотворено. И потому само слово тварь означает, что то, что сотворено, и, конечно же, если стоит слово ожидает, то, наверное, это одушевленное, правда? Потому что земля, планета, дерево, оно не может ожидать. хотя за ними сзади где-то материя сама она мертвая, она не может двигаться. Есть ангелы, власти и щилы. Вы знаете, что есть щила огня, послание к евреям, читайте, угошали щилу огня, избегали острая меча, щилы, это живое, то, что заставляет жить и двигаться. Мы называем законы, но закон кем-то создан живым и проводится в действие тоже кем-то живым. Этот живой есть Бог. Я уже не буду все расчленять троицу, как что Господь делал. Вы, наверное, не один раз слышали и сами не раз читали. И вот она с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. Вообще, вы хорошо знаете, что есть в Священном Писании те тексты, где Сынами Божьи названы ангелы. Но здесь Сыны Божьи это спасенные люди, оправданные Господом, омытые в Его крови, которым предстоит великое событие пережить, восхищение и воскрешение. Потому что тварь покорила суети недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Вы знаете, что все вот творение, я уже буду обращать внимание на нашу землю, на нашу планету, оно было создано для человека, правда? Вы помните, кажется, восьмой Псалом, все положил под ноги его, овец и волокщик и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Вы помните и постание к евреям, где апостол Павел сказал, упоминает, вот именно это писание, которое я цитировал, и говорит, но теперь еще не видим, чтобы все было покорено ему, то есть человеку. Ну, что мы видим? мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, которого небо должно было принять до времени, до времени совершения всего. То есть Бог. И второй цех напоминает Павел. И еще один цех, никому нигде не написано, что Бог ангелом все покорил. А напротив написано, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть речь идет о том, что все это сотворенное будет покорено и отдано человеку опять. Потому что он его утирал через грех. Он имел власть над всем, все было под ноги покорено, но пришел дьявол, увлек его на свою сторону, поработил ему, и он потерял власть над всем. Потирал власть над всем тем, что Господь дал ему. И через грех Адама и Евы грех проник и во весь мир животные. Вы знаете, что когда дьявол будет связан, тюж-летнее царство, то вы помните его характеристику, что по всей земле, если быть поточнее, то по всей святой земле почему-то написано, никто никому не будет делать вреда. Помните, младенец будет играть над норой аспида, протянет свою руку на гнездо жмеи, и она не будет делать вреда. Лев, как волк, будет есть солому, помните, барбут с ягненком лежать в месте, почему? Потому, что они сегодня порабощены дьяволом, равно, как и человек. Я тут через человека. И поэтому вся тварь совокупна. Что значит совокупна? Вся вместе что делает? Синает и мучается. Правда, вот эту ожидает, но не совсем понятно, как волы и коров могут ожидать чего-то. Но, тем не менее, Библия говорит, вся тварь ожидает. Ну, наверное, они не знают о голгофской жертве. Наверное, не знают о крови Христа. Наверное, не знают многое из того, что мы знаем. Они до их уровня. Я не могу понять, как они ожидают. Как и многое не могу понять из того, что в Библии написано. Троицу не могу понять. Это еще глубже. Но, я говорю, так написано, и я верю. Поэтому здесь Священное Писание говорит, через человека пришло такое сильное порабощение грехом и зло на все творение. И когда человек освободится, когда станет новым творением, когда смерть будет поглошена победой, тогда и все остальное, весь животный мир, весь растительный мир, также будет свободен от этого проклятия. на эту тему очень много спорят и смеются, говорят, так что, животные тоже спасение имеют? Я совсем не связываюсь со спасением. И почему я должен это связывать? Я совсем не понимаю вот этой параллели. Человеку дано, через человека, ему подчинено было, человек освобождается, получает платье, и все остальное освобождается. независимо от того, понимают или не понимают. Видишь, я такой простой пример. Если у меня есть топор дома, и я им колю дрова, делаю только хорошее, и вдруг кто-то у меня его забрал, мой топор, и начинает топором убить кого-то захотел или убил. Вы понимаете, о чем я говорю? Дело совсем от топора не зависит. Зависит от того, что я упустил и отдал, от меня забрали, и если я его опять заберу, то что, этот топор опять не будет использоваться на злое дело, правда? Это только от меня зависит. И почему я должен думать, что топор виноват? Так и животный мир не виноват, и растительный никто не виноват, человек виноват. По его вине не попали, а в руки дьявола сегодня враждуют. Освобождается человек, и в свободу, славу детей Божьих освобождается все. И второй пример. Я очень часто чем, кто вот так вот спорит, я им говорю, что вы знаете, что мы не спорьте. Спас сеною ковчеги, и кто еще был спащен? Кто спащен был еще в ковчеге? Один ной или животный мир спащен был? Это прямой пример. Это прямой пример. Ковчег ной. Спащение в ковчеге это спасение по вере. Это спасение по вере. И не животные подталкивали ноя в ковчег. А Господь и ной открыли двери. Правда? Они просто пришли по зову. Как они поняли, что надо идти? Поняли не, что потом не думали, что не поняли. Но не поняли самое важное, что надо идти в ковчег. Не думали, что их ной ловил там. И шли. Вот постольку постольку отбери. Да только отбери. И все. Поэтому если явный пример, что когда мы говорим, что вся тварь совокупна, она не означает ангелов. Она означает всю тварь совокупна. Всю тварь вместе. Все творение Божие. Что Господь сотворил, чтобы сегодня оно было на земле, и что сегодня находится в руках дьявола. Вы помните такой пример. Я подтверждаю текстом Писания помощи Навуходоносора, которому Господь отдал что? Царство, все царство мира, людей, и еще что? И всех птиц небесных и жверей полевых. Как вы обращали внимание? Навуходоносор, человек, но Бог отдал ему все. дьявола, который сегодня управляет, но его царство будет разрушено все. Это очень интересный образ, но я еще не говорить не буду. Помните, построил истукан 666, 666, там 666 в этом истукане, в измерениях его. 6 ширина, 60 высота, но и сам он за ним стоял, а число человеческое есть 6, 6, 6 и 6. Все было одно в его руки. Золотая голова, там дальше, но после все царства были разбиты. То есть они говорят о том, что Бог в свое время эти царства земные разобьет, несмотря на их силу, а будет царство Божие. Но это уже другой вопрос, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорилась в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы, славы детей Божьей. Вы знаете, что сегодня животный мир тоже мучится от того, что грех существует. И это очень явно видно. Не только люди есть занятые. Знаете, есть люди злые, но не занятые. А есть люди злые и занятые. И животные тоже. Вот интересно, что я знаю одного брата, я мог назвать его по имени, но это вообще-то и не надо. Как пример, то животные тоже бывают несвободные. ласковые. Такой хороший кот дом дом лечит. Кошка вернее, ласковая. Вы знаете, что они покаялись и однажды первый раз стали молиться. Как только они стали молиться, как бещилось это животное в полном смысле слова. Они не могли понять, прекратили молиться, все нормально. Второй раз этот кот жене на голову когтями упился. Они решили молиться и закрыть в соседней комнате. Вот и задрала все обои, на стены бросалась, кричала не могла, прекращает молиться, все нормально, милейшее животное. Все тварь совокупно стянает и мучается. И вы знаете, что все люди мучаются от греха. Они свободные люди в 10 раз больше мучаются. Поэтому все сегодня порабышу. Поэтому я просто очень хочу. Конечно, кто-то может остаться при своем мнении. Это такой вопрос, но знаете, что нас не повлияет на ваш духовный рост, как вы будете его понимать. Наверное, для спасения есть более глубокие вопросы, более близкие нам, но ложь есть ложь. Вот в чем дело все. Неправда есть неправда. И как раз вот, на таких местах мы сталкиваемся друг с другом и не можем уместить друг другу, как раз по этим местам, которые довольно сложны для истолкования истолкования бывают, но непростые места писания. Поэтому просто чего я хочу, что, во-первых, мы не спорили. Вы знаете, когда люди вступают в спор, они уже истины не ищут. Они уже доказывают свою правоту и свое понимание. Истины ищутся только до того уровня, покуда люди спокойно могут рассуждать. Когда уже начинают щуки и богороветь, и глаза ставятся злыми, все, прекращайте. Ничего не получится абсолютно. Это бесполезное дело. Поэтому Священное Писание никогда не призывает нас спорить. Никогда не призывает нас злиться за истину. Доступно? Доступно. Недоступно человеку? Ну, что ж, вы ему никогда не вложите, если он не хочет? Никогда. Если я что-то не захочу принять, вы меня не поймаете, к стенке не припротив. Если я уже занялся тем, чтобы оправдаться. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы все-таки в некоторой мере вникли в глубину Писания, имели познание, но при наших рассуждениях не терали святости. Потому что ее потера не оправдывается никакими целями. Если мы что-то делаем, у нас определенная цель войти еще глубже в познание Господа, еще более твердо закрепиться в святости, то все оправдано. Но если мы что-то делаем, мы с нее выскакиваем, значит, это не то. Или не способны в духе кротости, или еще что-то. Но Павел прямо предупреждал, мы что на опасание Галата будем проходить? Если какой-нибудь человек пойдет в согрешение, то вы духовные исправляете таковы. И что делаете еще? Помните, не одну сторону исправляете, наблюдаете за собой, что самым не казаться грешниками. Наблюдаете за собой, чтобы не упасть в искушение и не казаться грешником. Исправляя другого. Знаете, это нечто похожее, когда врачи занимаются лечением инфекционных болезней. Лечит больного и принимающий миры, чтобы самому не заразиться. Вот такая борьба с грехом. Именно вот так ее можно рассматривать. Делаешь и смотри, потому что придешь самыми благими намерениями, выведут из равновесия, и вся работа окажется на смарку. Крест поставлен на ней. Ибо знаем, что вся тварь совокупно сценает и мучается до ныне. Я думаю, что я уже говорил на эту тему. Проводил примеры. И не только она, но и мы сами. И мы начаток Духа. Смотрите, вот насколько вот эти сценания, они сильны. Вот не только она, но и мы сами. Мы же разумнее все-таки вот этой твари. И у нас есть Дух Святой. У них его нет, вот однозначно. но при всех тех преимуществах имея познание, имея разум, имея Дух Святой, имея начаток Духа, и мы в себе сценаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Я думаю, что большинство страданий нам приносит наше тело, правда? Из-за тела воруют люди, из-за тела убивают, из-за тела захватывают чужие территории, теле живут. Есть надо, надо питаться. Потому вот здесь Писание и указывает причину, или не то, что причину указывает, акцент делает особенный. И мы в себе сценаем. Почему? Ожидая усыновления и искупления тела нашего. Дух наш искуплен уже, и он свободен, если, конечно, он свободен, если он свободен. Потому что все-таки есть, вы, наверное, знаете, есть скверна духа и скверна плоти, правда? И это не я выдумал. В священном Писании рядышком стоит. Итак, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И духа. Но вот это скверна духа, она привязывает плоти. Ну, допустим, похоть, какое-то там влечение неуемное, противоположному полу, допустим. Это к плоти относится. А вот зависть это уже не к плоти. Это относится к духу. Хотя сейчас плоти. Это уже скверна духа. Это уже скверна духа. Хотя все эти вот столкновения бывают, они все-таки со стороны плоти. Если человек не плоской, он никогда не будет завидовать. Он никогда не будет завидовать. Он наоборот будет доволен, что люди живут хорошо. Поэтому просто очень хочется, чтобы мы сегодня это все различали и в свете Слово Божие, но могли видеть, где конкретно что мучает каждого. Потому что если мучиться и не определиться почему, то эти мучения будут заходить все дальше и дальше. Вы с этим согласны. Когда больной приходит к врачу, то что самое главное для врача? Поставить правильный диагноз, правда? Если врач не сможет поставить правильный диагноз, он не сможет правильный и лечить. вот почему бывает так, болит одно, а лечит другое. Потому что не смогли правильно поставить диагноз. Поэтому и для нас сегодня, я знаю, что мы переживаем самого родичного рода проблемы. и чтобы их пройти, чтобы от них освободиться, надо правильно поставить диагноз, от чего освобождаться. Вы, наверное, с этим будете согласны. Я не один раз говорил на эту тему. И пройдет такой простой пример, который жизненный пример. И еще раз его повторю. Болит голова, молится, что Бог исцелил головную боль. Не проходит. Когда стали рассудить, оказывается, обидчивый человек. Стоит только что-нибудь, он не будет спать ночами, плачет, не спит. И конечно, результат болит голова. Но лечить-то надо не голову, лечить надо сердце. Потому что это болезнь головная, болезнь головы, это следствие сердца испорченного. который очень обидчивый и чуть что расколол человек. Поэтому вот с этой точки зрения сегодня я, допустим, не кому-то конкретно говорю, я просто читаю в общем. Это как зеркало сегодня для нас. И сегодня каждый из нас, если мы внимательны сами к себе, если мы хотим свободы, то же сами перед собой можем искренно сказать и назвать свою причину. Правда? Я не говорю, что мы должны всем порассказывать. Но надо в первую хоть самому себе признаться. В чем моя проблема? Почему у меня так? Вот для этого мы сегодня и читаем Слово Божие. Для этого мы сегодня его как зеркало ставим, чтобы посмотреть и сказать «Вот моя причина, вот причина моего неустройства, вот причина моей болезни, вот откуда проблема моя начинается». И не только она, но и мы сами. Имея начаток духа, и мы в себе сядаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Представьте себе сегодня в новом теле, которым болезням не подвержена, которые не подвержены искушениям рождественного рода, которые не являются таким немышем, каким оно является. Проблем стало бы намного меньше. Но если Бог сегодня нам дал такое тело, то их стало бы гораздо больше. потому что для грешника отдай ему больше возможностей, то он больше нагрешит. Кто-то однажды рассуждал, что как хорошо, если Бог дал нам крылья, а потом подумал, нет, это было что-то страшное, если мы еще крылья имели. Тогда вообще не удержал бы нигде. Вот хорошо то, что есть, безграничные греха. Потому что для греховного человека Бог не может дать такое тело с его натурой. И для него остаются безграничные возможности для греха. И уже если Бог даст нам новое тело в вечности, греха. Я знаю, что он его даст. Но я просто имею ввиду будущее когда-то. Тогда откроются безграничные возможности для доброго дела. Потому что мы не сможем тогда делать зло и делать грех. Поэтому сегодня Бог нашлифует здесь в нашем теле. Он делает наше сердце способным жить в вечности чтобы последствия дать нам все новое но для новой жизни. Но для новой жизни. Поэтому когда сегодня мне иногда приходится беседовать или молиться с людьми которые вообще-то они не собираются служить Бог я ему говорю право тебе надо покатиться иначе я молиться не буду. Зачем? Зачем? У меня были такие люди не из нашего города приезжали которые они были не свободны но они не собирались каяться они просто хотели получить освобожение и им сказал я даже молиться не буду. Зачем? Во-первых дьявол никогда не выйдет если вы в своих грехе не исповедали не отказались а если бы даже вышел то три час пять закурил бы и он опять зашел бы Зачем? Вы понимаете смысл который я говорю? Я говорю что при нашей натуре нам хотелось бы иметь сегодня гораздо больше возможностей чем мы имеем на все но мы их не получим потому что это все будет использовано не так как надо использовать поэтому самое лучшее для меня с моими немощами для вас с вашими это самое лучшее то что сегодня есть начну я освобождаться от какого-то греха что-то начну шлифоваться начну будут уходить немощи не начну этого делать могут усугубляться и заставят меня думать что у меня за путь почему это так или и не иначе поэтому когда я говорю что вот то что мы сегодня имеем самое лучшее для нас то я не имею ввиду что нам доставляет радость но я имею ввиду что в нашем состоянии если Бог что-то поменял по-другому то для нас после было бы хуже поэтому на сегодняшний день если Бог что-то делает то именно то что надо и наши проблемы и наши трудности не заставляет нас молиться и вообще хорошо знаете из собственного опыта несмотря на то что мы иногда как-то скептически или юмором произносим вот это такое выражение мирское или мудрость этого мира когда тревога тогда до Бога ну и у нас на практике несмотря на то что мы должны не только тогда до Бога когда тревога ну и у нас так получается когда тревога тогда до Бога если ее нету как тут расслабляться человек потому что нужды нету когда и есть нужда она заставляет нас держать так сказать свои мысли свои стремления свои направления в данном направлении потому что нам честно надо идти к Богу и я понимаю что многие из вас если Бог вас однажды не выжил из земли вы никогда не полезли на небо но когда стало невносимо на земле вы пошли на небо и тогда Бог дал и земли кусок еще и временный кусок такая наша натура и может быть по этой причине у нас так много проблем и так много переживаний на сегодняшний день но по-другому нельзя и отшлифовать нельзя и восстановить нельзя и растить нельзя ибо мы спасены в надежде надежда же когда видеть не есть надежда ибо если кто видит то чего и мы надеяться то же самое что вера а вера она как раз перерастает в надежду я сегодня не буду брать эту тему это очень большая тема есть такой текст писания когда апостол павел молится чтобы бог дал духа премудрости и откровения чтобы верующие узнали в чем состоит надежда призвания оказывается надо узнать надежда то надежда а в чем она состоит эта надежда на первый взгляд все ясно но когда начинаешь исследовать оказывается далеко не ясно все поэтому это где-то ну думаю разборов на 4 хватит этой надежды поэтому я сегодня не буду брать эту тему я ее возьму чуть-чуть попозже чтобы все-таки насколько насколько это возможно чтобы мы знали в чем состоит надежда призвания его вы помните это местописание кто часто читает библию вы можете цифровать на память но то что я хочу сегодня обратить внимание все-таки надежда как и вера потому что она начинается с веры вы помните этот порядок а теперь пребываю си и три вера потому что надежда и любовь но любовь из них больше но без веры и надежды вы никак не попадете в любовь именно вера направляет любовь к Христову и надежда заставляет нас ждать этой любви Христовой полного ее проявления или его действия в отношении к нам но нам конечно хотелось бы видеть вы такое выражение помните слышали не раз вот если увижу тогда что сделаю по веру и Фома так говорил вот покуда не увижу рана до гвоздей и не вложу персты в ран то не поверю то вот сегодня вернее не сегодня мы сегодня только повторяем Павел древности говорил он говорил вы же не имейте представление о вере веры не надо видеть и надежде если ты видишь то не надо надеяться не надо верить это уже знание ты видишь он именно дает трезвое понимание чтобы мы знали что все таки такое вера вы помните 11 глава послания к еврею вера же есть осуществление чего ожидаемого то есть того которого не видно еще но кто-то сказал и вы верите и верите не только сегодня верите завтра и послезавтра а вот это ровно гора вера каждый день это одна из сторон надежды потому что если вера не будет гореть рушится надежда понимаете о чем я говорю вот очень трудно найти определение что такое надежда вот сегодня мы это употребляем мы живем надеждою а попробуйте рассказать кому-то ну слушай скажи мне что такое надежда вот попробуйте вот попробуйте рассказать что же такое надежда что вы будете говорить поэтому ну иногда вот просто мы имеем такие простые вещи которые кажутся нам простыми но если мы начинаем о них думать оказывается далеко непростое все вот почему Павел однажды сказал молюсь что Бог поседней поседней точке не касаясь то мы имеем вот что почему мы должны надеяться на Христа какое основание на него надеяться в чем можем надеяться как надеяться вы знаете здесь и ложная надежда я когда-то вопрос исследовал я начинал 14 пунктов ложной надежды и там не имеется ввиду надежды неверующих людей но надежда верующих людей может оказаться ложной то-то я нашел 14 с моим запасом а может быть кто-то нашел бы 24 кто-бы еще внимательнее поэтому далеко непростой вопрос ибо мы когда-то будем говорить на эту тему ибо мы спасены в надежде если наше спасение не в надежде заключалось бы то не надо было бы говорить но если мы и спасены в надежде то надо говорить и надо рассуждать чтобы где-то не было ложной надежды чтобы где-то мы не на ту ступеньки надежды ногу поставили и такое может быть вот та надежда о которой настоящая надежда которую не поняв же можем потирать надежду где тоже, наверное, 16 пунктов есть. Это у меня 16. Вы станете, если, может, больше найдете. И вообще ни один вопрос из библейских. До конца, на вообще 100%, наверное, нельзя исследовать. Почему я и сказал, когда мы о скорби говорили, это не все. Мы еще будем касаться этого вопроса. Поэтому и все-таки. Ибо мы спащены в надежде. Поэтому я хочу это очень запомнить. Чтобы мы запомнили и легло на наше сердце. Почему это важно? Потому что мы спащены, но в надежде. Поэтому для нас сегодня есть еще одно местописание. Что кто стоит, береги, чтобы что? Чтобы не упал. Вот когда спасение будет совершенное, когда мы оставим землю, когда получим новые тела, тогда уже не будет береги, чтобы не упал. А сегодня, пока мы на земле, то независимо от того, какой у нас стаж, независимо от того, какое у нас положение в церкви, независимо от нашего образования, независимо от того, как мы знаем Библию, хотя все-то имеет важное значение, но для всех стоит вопрос. Если кто стоит, то смотри, как бы не упал. Потому что все-таки мы спащены в надежде. И мы еще не в Новом Иерусалиме, а в Барановичах. И не на облаках, и что встречи, это и не было. А на земле к нам Христос опускает свою милость. Поэтому именно как раз, то если мы спащены в надежде, то знаете, Писание говорит, что надежда должна быть твердая. Помните? И там расшифровывается, когда она будет твердая, эта надежда. Поэтому пусть нам Господь поможет именно быть в этой ладе надежды и знать, что на сегодняшний день мы спащены в надежде. Почему я это говорю? Потому что есть сегодня такие учения, которые говорят, спащен однажды, спащен навсегда. Ничего не бойся, живи как хочешь, делай что хочешь, ты все равно будешь спащен. Потому что если Бог тебя определил спасти, то и спащен. А если нет, то и не спащешься. Это как раз вот такая очень скользкая теория, она очень опасная теория, потому что она не соответствует священному Писанию. И Павел, будучи апостолом Павлом, будучи неравняным, он, помните, тоже заботился об этом. И он говорил, однажды повторил и написал, для нас написал, чтобы мы читали, и я этот чек тоже употреблял часто, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Оказывается, можно и так. Вы знаете, это трагедия, это трагедия. Проповедуя другим, самому остаться недостойным. Я не знаю, куда вот богословы эти, кто так вот проповедует, спащен однажды, спащен вообще, куда они это место дели и многие подобные. Ну, совсем непонятно. Потому что спащенные писания на это делают очень большой упор. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда что делаем? Тогда ожидаем терпения. Вот. Две составные части. Ожидание и терпение. Тоже надежда, правда? Тогда надеемся. Еще одно складывается, вот эта надежда. Ожидаем терпения. Потому что присутствует вера. Непростой вопрос, правда? Ожидаем терпения, и есть надежда. Но начинается с веры. Потому что без веры какая может быть надежда? Если я не верю кому-то, я могу на него надеяться? Если вы мне не верите, можете на меня надеяться? Никогда. Никогда. Но у нас бывает так. Один надеемся, а другой нет. А это уже надежды нет. А вот такие вот сложные вопросы, но очень интересные и важные. Но когда надеемся того, чего не видим, опять-таки вот подчеркиваю, чего не видим. Сегодня чего мы не видим. Мы много чего не видим. Но мы прочитали, поверили, и знаем, что оно есть. И вообще-то, сегодня уже мы не только верим, мы кое-что и знаем. Потому что мы в своей жизни верили, а после получали ответ от Господа. А тот, кто однажды верил, и получил ответ от Господа, он уже не верит, он знает. А это знание и надежду укрепляет. Вот еще одна часть. И 26 стих. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А это уже раскрывается и неизреченными. раскрывается апостолом Павлом, работа Духа Святого, которого Бог дал нам в нашей сердце. Так же и Дух. Здесь Дух стоит только одно слово с большой буквы, и мы все без всякого сомнения знаем, что речь идет о Духе Святом. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Одна из немощей, слушайте, немощей много у нас, и физических, и духовные есть немощи. Но одна из немощей, которую он своим присутствием и ходатайством практически аннулирует, если мы ему верим. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Вот одна из больших немощей человека. Живем, имеем проблемы, переживаем трудности, и часто хочется молиться, но настолько много нуж приходит решить, мы часто разбитые, и не знаем, с чего начать. У вас было когда-нибудь такое? Было. Было. Не знаем, о чем молиться. И с одной стороны непорядок, и с другой стороны тот же самый. Впереди глянешь, там еще хуже, а сзади все разрушено, тоже ничего нет. И о чем молиться, и с чем я не в порядке, и сам не в порядке, и денег нет, и не предвидится, и еще и надо и молиться, и кому-то помогать, и кто знает, что делать. Но, я знаю, без всякого сомнения, у всех этих множества проблем, которые на человека часто обрушиваются, есть одна начальная проблема. почему они все свалились на тебя. Где-то было, есть что-то одно. И вот это одно Господь хочет обнаружить, может быть, исправить, может быть, уничтожить, еще то греховное что-то. И к тому же, это же пробой в нашей храмине духовное. Если где-то есть провал какой-то, дьявол находит место и начинает свою работу. Вы, наверное, помните такой рассказ, даже в чекотворной форме есть, когда кто-то там, значит, продавал дом и торгуец попросил оставить один гвоздик. И сейчас этот гвоздик после он там доме жить не мог. Он взял трибух повесил там по-белорусски и сказал, то мой гвоздик, пусть везет. Он говорит, так оно шваняет, говорит, это мой, что хочу, то вешаю. И после взял дома ставил. Потому что, говорит, стало гнить, стало войн разлагаться, мухи налетели. Немножко помню, даже на память чекотворила, не буду его рассказывать. Мы-то часто думаем, что это мелочь. Но дьяволу для начала не надо много. Ему надо только мелочь одна. И он на этой мелочи будет укрепляться, потом вокруг все будет загниваться, когда-нибудь стремку получали в руку, никогда не будет покоя. И никогда не будет радости. Если где-то хотя бы одна мелочь будет. Это то, что один грех плечет за собой, другой, два, еще два призывают, и там целая вераница будет. Поэтому здесь Павел говорит, что в нашем сердце есть Дух Святой, который в трудные моменты, когда наша голова идет кругом, мы не знаем, о чем молиться. Он точно будет молиться за то, за что надо, если мы доверимся Ему. Да, Дух Святой можно открывать и нашему разуму. Вы знаете, молитва Духом это практически молитва на ином языке. Хотя молитва Духом может идти и на русском, который мы понимаем. И одно, и другое может быть. Но все дело в том, что молитва Духом она идет на гораздо более глубоком уровне. Если выражать что-то квалифицированно, таким языком более квалифицированным, то и молитва Духом она идет на более квалифицированном уровне. Даже не на более, а на самом высшем уровне. Хотя наш разум не понимает, о чем молится Дух. Но при молитве Духом никогда не будет ошибочной молитвы. Потому что Он не следует за нашим разумом. Когда Дух Святой берет в удел наш Дух и ходатайствует на ином наречии перед Господом. Он не следует за нашим разумом, Он не следует за нашими желаниями. Он следует за истиной и молится именно за ту проблему, которая стала корнем всех остальных проблем. И в этом преимущество человека, который крещен Духом Святым. Вот почему Павел говорил, молитесь во всякое время как Духом и старайтесь о чем самым со всяким постоянством обо мне и обо всех Святых, чтобы мне была дана благодать с дерзновением, благовествовать Евангелие Христово и так далее, и так далее. Поэтому люди, крещенные Духом Святым, когда я часто знаю таких людей, которые крещенные Духом и говорят, я не знаю о чем молиться, я не могу молиться, я не могу понять этого, почему. Дайте вы свободу Духу и Он будет молиться. Если вы не в порядке, вот будет ходатайствовать за вас. Если вы на должном уровне, есть много у церкви людей, которые не в должном порядке, Он будет за них. Если церковь на должном уровне, есть много миссионеров, есть много людей, которые терпят скорби, Он найдет за что молиться. Поэтому вот это не знаю о чем молиться и не могу, это говорит о том, что Он захлушен, где-то обижен был или угошен. Вот почему Он не молится. Нормальное положение крещенного человека Духом Святым это постоянная молитва. И вы наверное слышали ни одно свидетельство, когда люди, которые находятся в честном общении с Господом, они шпят и молятся. Но не просыпаются, они молятся. Это нормально. Это нормальное явление. Поэтому если у нас сегодня нет молитвы, значит надо искать причины только в самих себе. Потому что сказать о том, что Богу уже не нужны молитвы или ни за кого молиться, но посмотрите вокруг себя, сегодня даже здесь вы увидите настолько много нужд, настолько много проблем, чтобы сказать, что ни за что молиться, язык не повернется. Потому что есть за что молиться. И Дух Святой для этого и послан. Он утешитель, мы знаем. И смотрите, так же и Дух. Вот здесь Павел выделил одну из характерных черт работы Духа Святого. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем о чем молиться, как должно. Даже если мы не знаем как молиться, как должно, то сам Дух Ходасов за нас воздыхаем неизвращенными. А в это время, если мы не знаем как должно, он будет Ходасов сводить. Он будет как должно Ходасов и не как должно. Конечно как должно. Но вся беда в том, что мы не можем ему довериться. Вот когда головой молимся, то мы верим, что мы помолились, Бог нас услышал или не услышал. Ну хотя мы довольны, что мы помолились. А вот когда молимся Духом Святым и не понимаем о чем у нас не хватает веры, что это была молитва нужная именно конкретная за то, за что нам надо. Правда же так бывает. Поэтому Павел и говорил, когда мой дух молится или ум молится, помните, то разум остается без плода. Дух молится, молится на речи, не понимаешь о чем и сомнение. Кто его знает? Помолился я, не помолился, сказал я или не сказал то, что надо, веры не хватает. Но без всякого сомнения, если он помолил еще пять минут, то за эти пять минут Дух сказал именно то, что ему надо было сказать те пять минут, которые ты ему дал. А деду пять минут не дал, он и не мог это сделать. Вы понимаете, о чем я говорю? Но он молится за то, за что надо. И за ту проблему, которая корневой является. И молитва очень глубокая. И я об этом не раз говорил. Я помню когда-то когда я молился, молился, и сам же слышишь, как молился. И мне стало интересно, Господи, ну скажи, о чем молился Дух. И Господь сказал, говорит, если б я тебе сказал, о чем теперь ходатайствовал Дух Святой, то ты это понял так же, как если я тебе рассказал химический состав воздуха. Начните вам еще не рассказывать специалист какой-нибудь состав воздуха. Ну что вы поняли бы? Ну тут же услышали, в одно ухо улетел, в другое вылетел, потому что там эти газы инертные, разных, ксенон, криптон и так далее. Ну что они мне говорят? Ну абсолютно ничего. Может быть для химика, который изучал химический, может они что-то и говорят, а для меня что? Поэтому вот это тот уровень, за ту нужную, за которую надо, но настолько глубокий для моего разума, что я просто-напросто не могу понять этого. Тем более, наше время уже иссякает, я немножко еще минут пять займу, я обращу внимание вот на что. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот это неизреченное очень многие толкуют, как сказанное на ином языке. Это неправильно. Это изреченное на ином языке. Что такое изреченное? Высказанное, произнесенное. здесь же разойдет воздыханиями неизреченными. То есть на той глубине и всеми возможностями, которые недоступны нам как людям. И он на своей глубине неизреченными воздыханиями. Вы помните, я просто как пример приведу, апостол Павел говорит, что знал человека, который был восхищен в рай и слышал помните, какие слова, которые человеку нельзя пересказать. Когда однажды Иоанн слышал голос Божий, то Господь сказал ему, скрой и не пиши этого. Здесь было изреченное, но Бог запретил открывать эту тайну, и Иоанн не записал. То Павел слышал неизреченные слова, которых он при всем его желании не мог пересказать и смысла не мог передать. Настолько он глубокий. Поэтому, пожалуйста, когда вы будете проповедовать, то никогда не говорите, что неизреченное воздыхание это высказанное на ином языке, это неправильно. Может быть, это не грубая ошибка, но она неправильная. Неизреченное это то, что нельзя высказать, нельзя сказать. Я знаю из собственного опыта, я однажды слышал такую молитву своими собственными ушами, и я хорошо понимал, что в человеческой речи не на нашем языке, не на английском, не на немецком, а вообще в человеческой речи нет таких звуков, которым он молился. Как это передать, это невозможно передать. И та глубина, которая была ходатайственная, она просто не могла поддаться анализу нашему. Вы помните, я проводил простой пример. Если бы сегодня какой-нибудь доктор математических наук стал говорить вам о тех числах, которым он оперирует, это для вас был бы темный лес. Для нас интегральные исчисления, дифференциальные и тот потолок наш. А ведь есть что-то гораздо глупше. Допустим, я работаю на компьютере, но я совершенно не понимаю его работы. А программисты понимают, они понимают эти символы, они понимают все. А для меня, мне рассказывают иногда, а у меня в одно ухо улетело, в другое вылетело, мне нечем держать это. У меня совершенно нет тех данных, чтобы можно было понять, о чем речь идет. Я знаю, куда пальцем ткнуть, знаю, где нажать, и буквы выскакивают, и все. А как это получается, я совершенно не знаю. то я взял с области нашей человеческой, что здесь можно знать, но я не знаю. А вот то, что касается действий Духа Святого, то многие вопросы, которые Он решает, и многие молитвы ходатайственные, их просто-напросто нельзя обработать нашим разумом, и нельзя поднять той глубины. Поэтому также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Поэтому то вот изреченное, это огромная глубина недоступная. А если взять то, что даже изречь нельзя, наверное, еще большая глубина. Вот почему тот, кто имеет Дух Святой, кто крещен Духом Святым, они имеют огромную преимущество перед теми, кто этого не имеет. Поэтому мое время уже истекло. Пусть Господь благословит вас, пусть все это вложит в ваше сердце, и пусть Господь благословит со всеми нами. Аминь.